This conference will now be recorded. Затем у нас будет ярмарка вакансий. Анна, наш руководитель службы трудоустройства, расскажет вам, какие есть вакансии. И мы вместе с Анной ответим на ваши вопросы, которые у вас возникнут. Обратите внимание на чат. Анна отправила вам несколько ссылок в чате. Например, на курс по трудоустройству и еще по поводу поиска работы тоже сайт, где можно искать работу. Нашему центру 28 лет у нас более миллиона выпускников и более 250 преподавателей. Причем все эксперты, все практики в своем деле. Одним из преподавателей являюсь я, Ольга Юрьевна Светлышева. Это мои регалии. Я веду курсы по управлению персоналом, кадровые курсы. И к нам на курсы приходят именно те люди, которые занимаются подбором персонала, оформлением трудовых отношений. Поэтому то, что я говорю им, готова рассказать и вам, как соискателям. Если у вас есть какие-то вопросы к тому, почему, например, на ваше резюме не отвечают, или как правильно составить резюме, или как отвечать на вопросы работодателя. Вот об этом всем я тоже могу с вами поговорить. Но я думаю, Анна тоже может вам ответить на эти вопросы. Консультирую, публикуюсь, выступаю. Курсы, которые предлагает наш центр, они делятся на две большие группы. Это hard skills и soft skills. Если мы говорим о том, как искать работу и как быть востребованным на рынке, то необходимо развивать оба направления. Hard skills – это те профессиональные знания, умения, навыки и опыт, которые применяются человеком в своей профессии. То есть они такие специфические, базовые. Soft skills – это комплекс тех надпрофессиональных навыков, в случае развития которых человек будет всегда эффективен. И на любой работе, и в жизни, и вообще все будет замечательно. Сейчас немного расскажу, что же это за курсы, и затем перейдем непосредственно к вакансиям. У нас есть разные направления. Ну, понятно, что за 28 лет работы мы развили разные направления курсов. И в частности, это курсы для тех, кто начинает работать с ПК, и для тех, кто уже является достаточно опытным человеком, но хочет развить в себе дополнительные какие-то навыки или узнать что-то большее, чтобы быть еще более востребованным на рынке. Также у нас очень серьезное направление есть – это программирование и базы данных. Вот то, что я вам показываю, вся эта информация имеется у нас на сайте, поэтому если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, вы можете их задать мне, Анне, и можете обратиться к любому менеджеру, либо к своему, если у вас уже есть какой-то менеджер закрепленный за вами, либо просто позвонив по номеру телефона, указанному на сайте, или написав по почте. Еще одно направление – это компьютерная графика, 3D-анимация. Здесь у нас занимаются слушатели не только для работы, но и для души. Даже у нас есть целая школа своя дизайна, называется «Специалистки». Немаловажную роль играет, конечно, правильно работающий ПК. И здесь мы обучаем слушателей настройки и ремонту ПК. И так же, как и в предыдущем случае, это можно использовать не только для работы, но и для себя, для того, чтобы понимать, как это все действует, и помогать себе и своим близким, знакомым ремонтировать ПК. Еще одно направление – менеджмент, реклама, продажа. Кстати, если мы говорим о поиске работы, то здесь наши действия как кандидатов очень близки к менеджменту, к рекламе и к продажам. Потому что мы, может быть, это не очень корректное сравнение, тем не менее, вот это вот слово «продаем». Продаем свои знания, умения, навыки. То есть меняем их и свое время на что-то другое. Например, на деньги, на компенсационный пакет, на приобретение дополнительного опыта и так далее. Поэтому очень интересное направление, очень современное направление – менеджмент, реклама, продажи. Если вы хотите развиваться и выстроить, например, вертикальную карьеру, то у нас есть отдельные курсы для руководителей, много курсов. То, что здесь перечислено, это только направление. И в каждом направлении еще дополнительные курсы. Также очень современное, актуальное направление – это проекты, проектная деятельность. Сейчас, наверное, трудно назвать или вспомнить вообще какую-то отрасль, где нет проектов. Проекты есть везде, они нас окружают, без них вообще никуда. И поэтому мы нас приглашаем оснакомиться с проектной деятельностью. У нас есть отдельные курсы по этому направлению. И все гибкие технологии, например, Agile, Scrum, Kanban, то, что сейчас на слуху, и то, что используется везде абсолютно, тоже внедряется очень быстро, это вот сюда. Программа 1С – бухгалтерский учет, налогообложение. Это бухгалтерские курсы различные, причем есть и отдельные практические семинары для бухгалтеров. И здесь вы можете не только узнать что-то интересное, но и поработать. Например, когда мы ведем курсы 1С, то это специализированный класс, и у каждого есть доступ в программу. Каждый, либо начиная с нуля, либо приходящий совершенствовать свои знания и умения, навыки, может это все сделать и делает самостоятельно, и преподаватель помогает, тут же стоит, помогает, подсказывает и так далее. Это направление, которое в том числе и я веду. Так, да, Александр, отлично, спасибо. И я тоже веду, мои коллеги ведут, это курсы по кадровому делу и курсы по управлению персоналом, ну а это по специализации. Также во многих вакансиях есть требования или пожелания знаний иностранного языка. Ну, чаще всего, конечно, самый распространенный у нас – это английский язык. Я имею в виду в поиске работы самый распространенный. И здесь мы тоже можем предложить разные направления, например, бизнес английский или подготовка к экзаменам, да, или, например, английский для IT-специалистов. Здесь у нас будет специфика, здесь у нас будет лексика специально для тех, кто занимается IT. И вот хочу обратить ваше внимание на soft skills. То, что мы с вами перечисляли, это скорее hard skills. А здесь у нас вот такая схема, она тоже есть, имеется у нас на нашем сайте. Это схема прохождения курсов по развитию личности, soft skills. И мы видим, что, овладев какими-то интересными навыками, мы будем, безусловно, всегда успешны. Например, обратите внимание, эффективные переговоры. Переговоры мы ведем всегда и везде. Начиная от своих домашних со своими близкими, мы тоже ведем переговоры, решаем какие-то проблемы. И заканчивая теми с серьезными деловыми переговорами, которые мы ведем в том числе и при поступлении на работу. Здесь же есть, смотрите, очень интересный стресс-менеджмент и даже отдельный курс стресс-менеджмент для IT-специалистов. Когда человек приходит на собеседование, он, конечно, волнуется. И вопрос, как сдержать это волнение, как работать с ним, вот этот вопрос решается на этом тренинге, этот тренинг, и даются инструменты, и вы можете ими овладеть. Что еще интересно, здесь же у нас тайм-менеджмент, организация времени. Если вам не хватает времени ни на что, и вы просто зашиваетесь, то на этом курсе, на этом тренинге вам обязательно помогут и расскажут о том, как нужно распределять время. Предложат вам различные инструменты, попробуйте, это тоже тренинг, вы попробуйте эти инструменты, посмотрите, какие работают, какие не работают, что-то для себя обязательно возьмете. Если вы хотите быть лидером, у нас есть отдельные курсы по эффективному лидерству. Кстати, когда вы будете или уже в поиске работы, то вот сегодня мы начали говорить о том, что есть разные источники поиска, каналы поиска. Так вот, если вы построите свой личный бренд, то вам в следующий раз уже не придется искать, за вами будут охотиться. Может быть, вы слышали, есть такие люди, называются хэдхантеры. И вот они смотрят, ищут на рынке самых-самых эффективных, и как это сделать, как быть на рынке эффективным, чтобы на вас охотились, да, а не вы охотились на работу. Здесь вот на этом курсе тоже можно узнать. Ну и еще хочу обратить ваше внимание на вот эти курсы «Русский без ошибок». Это просто крик души, потому что, несмотря на то, что есть возможность проверять в редакторе ваше резюме, запроводить к ним письма, но очень многие пишут с ошибками. Потому что, ну даже в редакторе, да, не каждый редактор может увидеть и понять смысл того слова, которое вы написали. Одно и то же слово может писаться по-разному, я имею в виду, но смысл меняется, да. Вот, поэтому приходите к нам, научим вас писать правильно, в том числе и резюме, сопроводительные письма. После наших курсов вы сможете получить либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Это связано с профессиональными стандартами, и если кому-то интересно, тоже можем вам рассказать про профессиональные стандарты. И, конечно же, можем рассказать, чем отличаются эти документы. Обращайтесь к нам, к нашим менеджерам, они вам расскажут. Миссия нашего центра звучит так. Учить людей так, чтобы их жизнь улучшилась. И мы не только курсы ведем, да, но и, Анна уже тоже рассказывала перед началом, у нас есть бесплатный вебинар. Так, приглашаем мы вас, он очень-очень насыщенный. Либо в течение одного дня он проходит, либо с утра до вечера, с 10 до 17 часов, 10 минут, либо два раза по 4 академических часа. Называется «Успешный поиск работы и трудоустройства во время кризиса и карантина». Здесь ссылка есть. Если не найдете, обращайтесь тоже ко мне, к Ане, к нашим менеджерам, они вам подскажут. Это то, чем мы занимаемся. Мы учимся составлять резюме, мы учимся отвечать на вопросы работодателя. И, конечно же, в первую очередь учимся понимать, кто я и чего я хочу. Почему, что мне дает эта работа и как мне дальше быть. Выпускникам Центра компьютерного обучения рад любой работодатель. Так было написано на сайте Superjob. Они провели исследование и выяснили, что действительно многие работодатели ищут по поисковику именно Центр-специалист. То есть они набирают какие-то, задают данные и плюс еще хотят, чтобы это были выпускники нашего Центра. И реалии современного мира таковы, что вам придется еще не раз сидеть за парту. Даже если сейчас вы найдете работу, это не значит, что вы уже успокоитесь. Но обратите внимание, пожалуйста, что порой за эту работу, за вашу учебу готов платить работодатель. Для того, чтобы вы повышали квалификацию и так далее. И специалист, повысивший свою квалификацию, стоит на 15-20% дороже, тоже имейте в виду. Кроме того, в нашем Центре можно обучаться с большими скидками или даже бесплатно. У нас есть конкурсы, я вот два конкурса вам покажу. Но подробнее, если интересно, Анна вам расскажет про конкурсы. Пока вот два конкурса «История успеха» и «Отзыв месяца». Вот, это уже победитель нашего конкурса. Но я думаю, что Анна вам расскажет. Итак, я передаю слово Анне. Сейчас, секундочку, объясню, кто это, если вы еще не знаете. Анна у нас руководитель службы трудоустройства. Так, сейчас где-то у меня было. Ага, вот. Вот такой слайд я вам покажу. Вот. Чтобы вы представляли, с кем вы сейчас будете общаться. И Анна вам расскажет о тех вакансиях, которые имеются, и ответит на ваши вопросы. Хорошо? Так, Анна, я вам передаю слово, только я не знаю, какой. Значит, у меня там, да, у меня там две. Анна Полякова – соорганизатор. Вот на нее. Поняла. Хорошо. Сейчас Анна выведет на экран свою презентацию, и мы с вами пообщаемся. Так. Так, сейчас, секундочку, найду вас. Все, есть. Ну что, принимайте. Так, ура. И у меня тоже включилось. Так. Я вижу, что... Видно мой экран, коллеги? Подскажите мне, пожалуйста. Да. Видно мой экран. Включаем слайд-шоу. Я сегодня хочу рассказать о нашем давнишнем, одним из любимых партнеров компании ООСиам Консалтинг. Почему? Потому что в сфере IT это, безусловно, и лидеры. Да, у них достаточно большой объем работы для IT-специалистов разнообразных направлений, профессий и специальностей. И сопровождение 1С, и сервис автоматизации логистика, инфраструктурное IT-решение, бизнес-процессы. Ну, в общем-то, чуть-чуть поподробнее. Да, автоматизация ЖД-логистики. Вот тут как раз они днем с огнем ищут сейчас хороших специалистов по программированию, по анализе данных для того, чтобы можно было вот этот процесс дальше продвигать. Большой блок работы – сопровождение развития продуктов 1С. Да, вот сейчас можете тоже посмотреть, есть ли у нас сегодня слушатели с программированием в 1С, в знании, что это и что это за базы данных таких. Можно с этой стороны на 1С смотреть, да, как с ними управлять. Вот, собственно, они занимаются большой, то есть они такой агрегатор, да, может быть, агрегатор для многих-многих бизнесов. Они поддерживают, собственно, работу других бизнесов, выполняя работы в IT-инфраструктуре. Да, сопровождение 1С-документа, наоборот, я уже сказала. Много объемов работы, которые они, собственно, предоставляют. Общекорпоративные IT-сервисы. Кто знает, SharePoint – такой внутренний корпоративный портал. Вот у нас в компании мы активно им пользуемся, и практически вся база слушателей, база курсов, которые у нас там более тысячи курсов существуют, да, все сотрудники, все слушатели хранятся именно в таком внутреннем корпоративном портале. У них, у самих есть свой корпоративный портал, да, где они, собственно, работают со своими сотрудниками. Да, какие-то другие портальные решения, и тоже они приглашают и специалистов UI, сейчас могу неправильно сказать, по мобильным приложениям, и Java-разработчиков, и Scrum используют активно, и, конечно, все другие языки программирования, да. Конечно, куда в IT-инфраструктуре без технической поддержки. И, конечно, 24 на 7, 365 дней в году их сотрудники обеспечивают техническую поддержку многим известнейшим компаниям нашей, собственно, страны. Интеграционные решения, то есть их партнеры, для которых они, собственно, работают. Вот они представлены, можно по логотипам посмотреть, да, что, зачем, как, с какими компаниями они работают. И, собственно, что интересно нам с вами, как соискателям, какова же кадровая политика, как они выстраивают взаимоотношения, коммуникации со своими сотрудниками. Конечно, они хотят привлекать и привлекают правильных для себя людей. Кто такой правильный человек с точки зрения работодателя? Человек, который, конечно, обладает профессиональными навыками и знаниями, но при этом у него горит глаз, ему интересно заниматься тем, что он собирается делать. Он умеет и хочет развиваться в своей профессии дальше. И это, безусловно, можно транслировать на всех работодателей. Да, практически любой сейчас современный работодатель, у которого есть вакансии, хочет привлечь к себе человека, который бы заразился его идеей, идеей работодателя, да, его бизнеса, и который бы, собственно, умел работать на результат для работодателя. Так вот, дальше что? Миссии ценности, ну вот этой конкретной компании, да, они собирают вокруг себя профессионалов, но при этом они готовы брать людей, которые переобучились или переобучаются еще в процессе, но важным критерием – желание работать, развиваться и учиться. И внутри компании тоже. Они у нас один, ну, компания Siam Consulting – один из любимых наших корпоративных заказчиков, которые целенаправленно, там, много раз в год направляют своих сотрудников для повышения квалификации у нас. Да, что они предлагают, собственно, для работников, для своих. Абсолютно чистая белая компания, несмотря ни на что, да, мы специально интересовались, как они прожили пандемию, было ли у них сокращение, сокращали ли персонал, сокращали ли режим рабочего дня, там, зарплаты и так далее. Сказали, нет. У нас все идет своим чередом с единственным отличием то, что сотрудники имеют возможность, собственно, работать из дома. Но вся инфраструктура работает также 24 на 7. И успели почитать, что они и внутренние, и внешние курсы организуют, и ДМС, конечно, для своих сотрудников. И, конечно, за такого горящего, правильного человека, который не просто один раз в институте выучился профессии, потом только работает и не смотрит в сторону образования, а человек, который постоянно, всю жизнь обучается, интересуется и развивается как профессионал. Собственно, вакансии. Вот на сегодняшний момент те вакансии, которые у них открыты для нас, они в ближайшее время появятся у нас на сайте в том разделе, который мы вот вначале с Ольгой Юрьевной вам показывали, у нас на сайте. Консультанты, разработчики, тестировщики. Тестировщики вообще очень крутая. Сейчас вакансия в тренде, много в какие компании они нужны. Опять же, наш мир никогда не будет прежним, и режим самоизоляции накладывает отпечаток практически на любой вид деятельности. Все выходят в интернет, разрабатывают свои ПО, и поэтому тестировщики, да, нужны. Поэтому и разработчики программного обеспечения. Собственно, представители компании СИАМ, прислав нам свою презентацию, очень сильно просили людей, которые увидели то, что им интересно, обязательно писать им в службу трудоустройства. И вот контакты я вам перед глазами вывела. И Пушкова Елена, и Богаткина Лилия сейчас активнейшим образом занимаются подбором людей, собеседуют, дают тестовые задания и готовы, и ждут ваших резюме к ним на почту. Действуйте смело и решительно. Конечно, обязательно указывайте, что вы выпускник или резюме из учебного центра специалиста. Мне интересно что-то еще рассказывать о себе и подробно с одной стороны, и с другой стороны, не превращая это в такой длинный-длинный многостраничный текст. Так вот, вот такого работодателя я вам сегодня представила с его вакансиями. Если у вас есть какие-то вопросы по конкретной работе в Сиам-консалтинг, можете включать микрофон, задавать, можете писать в чате. Я, собственно, поясню. Но основное, что нужно знать про такую компанию, это, конечно, вот контакты девушек, которые занимаются подбором. А теперь хочу вам рассказать о нашей службе трудоустройства. Любой выпускник или даже ученик, студент нашего центра получает вместе с профессиональными знаниями и навыками такой комплекс поддержки. Первый комплекс поддержки – это наше мероприятие, дни карьеры, на котором вы сегодня присутствуете. Второе – это, конечно, замечательный курс. Вот я 4 года в области консультирования людей по трудоустройству работаю и много знаю подобных разных консультантов. Но наш курс отличается полностью, полнотой, собственно, наполнением. То есть мы подходим, это как целой технологии трудоустройства. То есть работа, поиск работы – это тоже работа. Как ее правильно выполнять? Ольга Юрьевна прямо уже 8 июля будет в очередной раз рассказывать, учить и подсказывать, как же такую архисложную работу для себя выполнить с наилучшим результатом. Потому что оплата этой работы по поиску работы, такая тавтология, это ваше успешное трудоустройство. И, конечно, мы для каждого нашего выпускника проводим индивидуальную, личную карьерную консультацию. Провожу их я. Как на нее попасть? Написать на почту jobsobakaspециалист.ru. Не могу вам сказать, что прямо сразу на следующей неделе или в тот же день, на следующий день я вам смогу назначить время. Сейчас примерно около 30 человек каждую неделю проходят у меня карьерные консультации. Но в обозримом будущем, в пределах 10 дней, всегда можно договориться и попасть на нужное, удобное для вас время на индивидуальную консультацию. Что она дает? Если Ольга Юрьевна дает на курсе по трудоустройству такую большую всеобъемлющую технологию, она касается всех сфер. И от осознания себя, и от целеполаганий, и от про нетворкинг, и как себя вести в социальных сетях, и про то, как написать резюме, и сопроводительное письмо, и оформить, и как, собственно, выйти на работу и пройти свой испытательный срок, то на индивидуальной консультации мы с вами разбираем конкретно вашу историю переквалификации или перехода из одной сферы работы в другую, из одного места работы в другое, особенности вашего резюме, как оно смотрится, и как его лучше, выгоднее подавать. И, собственно, вашу внутреннюю ценность и уверенность в себе. Могу, конечно, похвастаться. Буквально вчера мне девушка написала, что «Анна, спасибо вам большое, 11-го числа была на консультации, все быстро за выходные исправила, и уже там 16-го, 18-го побыла на собеседованиях онлайн, а с 22-го числа вышла на работу. При этом девушка до этого 2,5 месяца искала работу». Вот такие бывают, собственно, результаты. Она побывала на курсе, она пришла на индивидуальную консультацию, она быстро поняла, в чем же фишки, как можно сейчас устраиваться, а тут анализ рынка труда на сегодняшний момент говорит о том, что огромное количество компаний, которые замораживали свои вакансии и не знали, что делать в период нашей самоизоляции, и как это все проводить, успели перестроиться. И сейчас очень активно, быстро нанимают людей. Поэтому не откладывайте ни к осени, ни к августу, ни потом не откладывайте дело своей жизни трудоустройства, а начинайте прямо сейчас уже искать работу и устраиваться на нее, чтобы уже осенью праздновать окончание своего испытательного срока и, собственно, устраивать свою жизнь счастливо и радостно. Так вот, что еще могу вам рассказать сегодня? Какие-то вопросы, коллеги, буду с удовольствием на них отвечать, потому что информации разнообразные у меня много. А вот, собственно, что для вас сейчас наиболее будет ценным, знайте только вы. Спрашивайте. Анна, а можно я вопрос? Конечно, конечно. А можно вывести на экран наш сайт, там, где служба трудоустройства, и прямо вот показать и объяснить, где что можно найти? Вот где эту информацию можно найти, которую вы рассказали? Чтобы наши слушатели, да, вот увидели прям своими глазами. Сейчас. Да, сейчас видно нам наш сайт? Вот сейчас наш сайт, замечательный. Ну, сейчас у меня написано, вы читаете успешный поиск работы и трудоустройства, да, вот описание нашего курса, очень подробное, замечательно. А вверху на синем поле курсы, где мы можем поиск делать, онлайн-обучение, дипломные программы, которые у нас есть много. И как раз по окончании дипломной программы вы получаете диплом государственного образца о переквалификации. И, собственно, вчера у нас было торжественное вручение дипломов в масках, в специальных масках, в шапочках специалистов и магистров мы фотографировались. И теперь раздел карьера. Вот правоориентация, там находятся тесты, где можно пройти простое тестирование у нас на сайте и понять, в какой же области вам более комфортно будет. А ниже раздел трудоустройства. Отличненько, нажимаем, смотрим. Это о службе нашего трудоустройства. Вот вы видите как раз время консультации, как мы работаем. Можно посмотреть про полезную информацию, чек-лист скачать, как проходить собеседование. Очень подробно. Тут мало прочитать. Надо попробовать дома это сделать. Как пройти собеседование, подготовиться к нему. Дни карьеры, которые у нас были. Вот тут вот отчетики. И после нашего сегодняшнего дня тут тоже появится отчет. Соответственно, отзывы компаний, ну и так далее. И вот отзывы, соответственно, про нашу службу трудоустройства. А дальше что примечательно? Работа в центре – это вакансии те, которые есть в нашем конкретном центре. А вот вакансии наших партнеров. Да, что административный персонал. Ну, то есть мы разделили условно. Будут появляться новые области, в которых, собственно, будут появляться вакансии. Мы будем добавлять. И, соответственно, в ближайшее время вот финэкзекьютив, ссылочку на сайт нашего партнера мы здесь разместим. И можно будет дальше идти и у них тоже вакансии смотреть. Что примечательного? Примечательного для вас, для наших выпускников, является история успеха. Сейчас вот много историй успеха. И есть у нас специальный конкурс для тех, кто рискнет заявить о себе громко, ярко и привлекательно о себе, рассказав. Да, расскажите свою историю успеха. Пришлите нам на сайт, ой, на почту info.sobaka.ru. Специалист.ru, да, история успеха, конкурс для тех, кто решится о себе рассказать, как, собственно, обучение в нашем центре специалиста, специалист изменило вашу жизнь. Как вы, может быть, повысили свою квалификацию и начальство вас заметило? Или перешли с одного места работы на другой, зарплаты в 500 раз больше? Или, может быть, вы, наконец-то, осуществили свою мечту, научились редактировать фото, печатать десятипальцевым методом, научились выступать перед публикой очень хорошо или вести переговоры, да? Что, какой вклад учебный центр специалисты, каждый наш преподаватель, у которого вы учились, внес в вашу жизнь? Как это вас изменило? Как помогло улучшить вашу жизнь, да? Соответственно, победитель конкурса истории успеха наших выпускников получает очень-очень-очень приятный бонус в размере 15 тысяч рублей на обучение на дальнейших наших курсах. Дальше у нас бывают еще другие конкурсы. Вот я сейчас вам расскажу, наверное, я делаю просто, да, я не очень сильный большой подвижник в поиске, но вот я знаю, что конкурс есть вот такой. Учусь онлайн. Скорее всего, что наша жизнь так и останется. Так, 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 неправильный поиск нашла. Но, скорее всего, что наша жизнь так и останется с вкраплениями работы, обучения через онлайн. И вполне вероятно, что и дальше, когда вы начнете устраиваться на работу, ваше обучение... Так, как интересно. Анна, когда вы заходите в поисковике, там выходят подсказки, попробуйте через эту подсказку. Вот попробуйте еще раз ввести. Да, вот вы начинаете водить. И вот, видите, пошли подсказки, я учусь. Так, дальше. Не, не, вот сейчас почему-то нет. А в прошлый раз она вышла. Может быть, написать конкурс? Прямо странно, я там еще утром, да, вот выскакивает вот такая штучка, и вот он, самый конкурс. Собственно, примечательно, что... Так, так, так. Анна, может, пока вы ищете, я хочу прокомментировать то, что написали в чате, хорошо? Валерия пишет, что да, я в нем выиграла и обучалась на одном курсе бесплатно. Это, видимо, про историю успеха. Видите, как здорово. Валерия, ну что, мы вас поздравляем, здорово, спасибо. Ура, ура, да, аплодисменты. Значит, смотрите, у нас... Это было про обучение онлайн. Вы в конкурсе «Я учусь онлайн» выиграли? Да. А, все, поняла. Здорово, здорово. Ну, расскажите, как вы в нем выиграли. Вот сейчас у нас немножечко... Видно мой экран? Вышло старое описание почему-то конкурса. Странно, я напишу нашим разработчикам, потому что мы уже поменяли давно. Вот давно, правда, поменяли и там другое немножко описание. Но смысл заключается в том, что видео про то, как вы учитесь онлайн, делаете... Обратите внимание, первое место заняла Валерия Савцова. Вот это как раз Валерия, которая сейчас с нами разговаривает. Это вот она. Расскажите, Валерия, сложно ли было принимать участие в этом конкурсе? Ну, вы знаете, это было в период как раз самоизоляции, пандемии, самый разгар. И я случайно узнала об этом конкурсе, мне рассылка пришла на почту. Вот, и я решила задействовать нашего домашнего питомца в качестве главного действующего лица, котика Васю, который вместе со мной там, значит, обучался. Вот, я сделала это все с использованием современных приложений на телефоне. Там и музыка была, и текст соответствующий, вот, и несколько кадров. Ну, в общем, так все оформила, и очень была рада, когда выиграла. Потому что я, в принципе, конкурс очень выгоден, я всем очень советую. Почему? Потому что там хотя бы три тысячи, но каждый участник, он получает такую скидку на любой курс. За резким исключением, но, в принципе, я туда не попала. Вот, и... А уж о том, что мы займем там какое-то первое, второе или третье место, мы даже не мечтали. Мы думали, ой, три тысячи, это уже хорошо, очень здорово. Вот, соответственно, когда мне сказали, что я могу любой курс выбрать и обучиться бесплатно, я, конечно, выбрала самый дорогой, и была вообще очень рада. Какой же вы выбрали? Не только самый дорогой, но какой для вас стал самым интересным? Он, кстати, и был одним из самых интересных. Это был курс руководителя структурного подразделения, вот, и он как раз укладывался в череду курсов, которые входят в мою дипломную программу, поэтому я совместила приятный с полезным. Отлично. На какой дипломный? Можно, минуточку. Если коллеги хотят посмотреть ее видео, то вот дальше, там, где выделено имя, фамилия, вот чуть дальше написано, ее видеоотзыв можно посмотреть здесь. И дальше идет ссылка. Так что вы можете посмотреть и, вдохновившись, участвовать в этом конкурсе. Я помню, что рекламный отдел как раз в период, это, по-моему, был апрель, присылали нам всем ссылочку на этот ролик, сказали, посмотрите, позитив, ура, несмотря на то, что мы все отдалены друг от друга, как нам здорово, как чудесно. И вот, девушка, спасибо вам большое. Я ваш ролик помню очень чудесным образом. И, собственно, легко, просто, и идея вам пришла, что, кот подсказал идею такую или как? Я не знаю, это как-то спонтанно вышло все. Спасибо вам большое. Значит, да, коллеги, у нас этот конкурс стал ежемесячным. И, соответственно, до 30-го числа у вас есть куча шансов снять необязательно подобный ролик. Это может быть короче, может быть длиннее, может быть там с привлечением не только котиков, но и собачек. Или, может быть, кто-то из детенышей примет участие в этом вашем ролике. Размещайте у себя на социальных сетях, на почту инфо собака-специалист. Присылайте ссылку, и, ну, беспроигрышный конкурс точно у вас в кармане. А может быть, и скорее всего по секрету вам скажу, у вас есть все шансы занять или первое, или второе место в этом конкурсе. Действуйте смело и решительно. Начинайте зарабатывать со специалистом уже сейчас. Пусть сейчас вы выиграете в этом конкурсе. Это придаст вам сил и уверенности, и бодрости в том, что вы действительно очень классный профессионал своего дела. Что вы действительно современный сотрудник, востребованный в любой компании. И привлекательный для любого работодателя. Вот такие конкурсы. У нас осталось пять минут, поэтому можно, да, вот как-то, чтобы уложиться. Смотрите, все, что я хотела рассказать, я рассказала. Да, мы ждем вас с распростертыми объятиями и на нашем курсе по трудоустройству, и на консультации, и, конечно, в участии конкурсов. Я буду очень рада увидеть ваши ролики. Как раз я и занимаюсь курированием, да, собиранием в одно место из роликов, и, соответственно, собиранием экспертной комиссии для голосования, какой ролик лучше, и вручением призов вам, вам, нашим участникам. Поэтому спасибо вам большое. Я на этом могу завершить. Ольга Юрьевна, передаю вам слово для завершения. Да, спасибо большое. Ну, в общем-то, я тоже все сказала, поэтому, если у кого-то есть вопросы, давайте мы поотвечаем на эти вопросы. Вот у нас Анна, я, мы готовы ответить. Все, что связано с поиском работы, с нашими курсами, с нашими конкурсами, с нашими работодателями. Пожалуйста, вы можете написать в чате, либо задать голосом вопрос. А можно спросить, а вот вакансии сегодня в большей степени касались IT-сферы, а вот сферы HR и кадрового делопроизводства. Что-то еще есть или уходим в самостоятельный поиск? Расскажу вам. Буквально вчера обратилось к нам правительство Москвы с поиском нескольких специалистов к себе в команду, как раз специалисты отдела HR. Я у нас в группе на Фейсбуке самым быстрым образом размещу эти вакансии с контактами, куда вы можете дальше обращаться. Про сайт я уже сказала, что вот сегодня я их обработаю, ну, наверное, завтра-послезавтра, скорее всего, что в понедельник они появятся у нас на сайте. Это вакансии для HR. Спасибо большое. А можете попросить, пожалуйста, на группу в Фейсбуке в чате? Сейчас, одну секундочку. Конечно. Спасибо большое. Спасибо вам, Петр, за вопрос. Еще у Людмилы вопрос в чате. Будет ли запись данного семинара после обучения? Анна, можете нам прокомментировать? Будем выкладывать? Если будем, то где? Вы знаете, у нас не было такой практики выкладывания. То есть мы в личные кабинеты размещали, а вот запись делать сразу же... Вот наша группа, да? Еще видите мой экран? Вот наша группа вакансий специалиста. Вы ее найдете, заполните вопросики, пришлете мне уведомления. Вот я увижу. И, собственно, я вас приму в нашу группу. Так. Да, вот, Петр, благодарю. Я, наверное, добавлю по поводу размещения записи, да? Я думаю, что так же, как и на любом занятии, автоматически запись будет сохраняться и размещаться в течение нескольких часов в вашем личном кабинете. Вот кто уже зарегистрирован в личном кабинете, вы знаете, как это делается. Просто заходите на страницу группы и видите запись. Ну, она не сразу, может быть, там через несколько часов будет. Если вы еще не зарегистрированы на нашем сайте специалист.ру, то вам надо будет зарегистрироваться, войти и найти день карьеры и страницу группы. На странице группы должны размещены быть вот эти все записи. Да, хотелось сразу показать, мне получилось сразу показать, где это у меня еще не выполнен вход. Да, как можно было бы в личном кабинете посмотреть. Спасибо. Коллеги, если есть еще вопросы, пожалуйста, вот, да, есть вопросы. Значит, Валентин спрашивает, уже можно приехать забрать диплом свой? Значит, еще раз, если вы вчера не были на вручении дипломов, на сегодняшний момент правительство Москвы не рекомендует настоятельно никаких оффлайн мероприятий проводить нам. Поэтому все дипломы будут отправляться на следующей неделе Почтой России вам на тот адрес, который вы укажете в специальном письме. Куда его отправляем, письмо? Письмо направляем на почту info.sobako.specialist.ru. В теме письма пишем диплом, фамилия, имя, отчество. А в самом теле письма уже пишем свой адрес с указанием индекса. Пожалуйста, там, до понедельника сделайте, пришлите такое письмо. Можете прямо сейчас его сделать, прислать. Индекс можно проверить, ну, я не знаю, в интернете почтовые сервисы подставляют индексы по вашему адресу. Нам важен индекс, потому что не всегда мы, наши специалисты, успевают, собственно, еще индексы смотреть, им вдруг могут ошибиться. Поэтому просят обязательно индекс, город, улицу, дом, квартиру указывать. Анна, спасибо. Тут Людмила еще спрашивает. Кроме Facebook, есть другие социальные сети, где выложены вакансии? Вы знаете, да, у нас есть активная группа в социальной сети ВКонтакте, но почему-то группа с вакансиями там не такая активная, как есть. Есть еще группа, не группа, есть наш канал в Телеграм, куда я тоже все вакансии дублирую. Ну, то есть, смотрите, чаще всего, быстрее всего разместить вакансии в социальной сети, потому что когда я их оформляю на сайте, это я их оформлю, отправлю на размещение нашему, там, IT-специалисту, тому, кто занимается поддержкой сайта, и он там в течение суток их обычно выкладывает. То есть, небольшая задержка совсем. Все вакансии, которые у нас есть в группе, я стараюсь дублировать еще и на сайте. Поэтому пока вот так. Спасибо, Анна. Людмила просит, чтобы мы ссылку на Телеграм скинули. Сможем сделать? Так, ссылка на Телеграм-канал. Я, Витя, включал микрофон. Петр, у вас есть вопрос? Пожалуйста, мы готовы. Да, спасибо большое. Хотел спросить, точнее, по поводу персональной консультации. На каких условиях она происходит? Это виртуально также или реально? Сейчас никаких личных встреч мы еще не производим. До 15 июня все онлайн. Это либо WhatsApp, либо Skype. Для наших выпускников это услуга бесплатная. По времени консультация длится где-то от 30 до 50 минут. Мы успеваем достаточно много за это время сделать индивидуально, рассмотреть. Иногда бывает нужно задержаться чуть побольше по времени. Ну, в целом, вот такой формат. Спасибо большое. Давайте мы сделаем так. Поскольку мы уже на 3 минуты перебрали, мы сейчас поблагодарим всех, кто участвовал. На этом закончим нашу трансляцию. И у кого остались вопросы, еще 5-10 минут, я думаю, мы с Анной сможем поотвечать на ваши вопросы. Да, Анна? Все верно? Конечно, конечно. Спасибо. Ну что же, еще раз благодарим, тогда я выключаю.